Девушки, через 10 минут начнутся водные процедуры. Не забудьте свои полотенца. Ну что, пойдем сегодня в бассейн? Нет. Видимо, вчера перекупалась. Так живот болит. А я, наверное, пойду. Что случилось? Скорую. Девушки отдыхают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот здесь ездила девушка в пансионат, не зря не люблю подобных заявлений. Тебя бы сюда и не взяли. Для беременных пансионат, гость. Собери лучше остатки завтрака. Че, проголодался? Вообще-то да, но это на экспертизу. Если Мельников разрешит, я этим пообедаю. Да, Андрей Владимирович? Я понял. Хорошо. Громов сказал, тело девушки перевезли из больницы к нам. Причина смерти – обильное маточное кровотечение. Ну, как я понимаю, у беременных такое иногда случается. Ну, нас в данном случае интересует то, что вызвало это самое кровотечение. В крови Юлии Уроновой присутствуют следы синтетического стероинного антипрогистогенного препарата. Которого там быть не могло. В городскую больницу поступили еще три женщины с обильным кровотечением. Они потеряли беременность, но их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие находились в пансионате Харита. Если один выкидыш еще можно было бы назвать случайностью, четыре уж точно никак. Но нельзя! Остановитесь! Остановитесь! Что, это двенадцатая личная универсия? Я тебя... Помоги мне за все! Помогите! Директора убивают! Быстрее! Быстрее! Директор! Ну-ка, приют из-за этого! Не дергаться! Что? Вы кто такие? Ты кто такой? Я кто такой? Это Беридзе Артур Гурамович. Муж одной из задыхающих. Она тоже в числе пострадавших. Да я муж! А из-за этого у меня сын погиб! Ты понимаешь, нет? Это Удимаширов в полицию. Я тебя... Я тебя достану! Я тебя заслужу, понял? Спасибо. Царев Антон Васильевич. Я так понимаю, вы директор пансионата? Да, я директор пансионата. Что здесь произошло? Я сам бы хотел знать, что здесь произошло. Я приехал сюда. Тут этот. Еще Юля умерла. А в каких отношениях вы с погибшей были? Она была моей невестой. Когда бы она родила, мы должны были пожениться с ним. Скажите, кто-нибудь мог желать ей смерти? Или у вас, может, враги какие-то были конкуренты? Что-то в этом духе. Он занят. Антон Васильевич занят. Куда вы идете? Я вас не пущу. Я говорила ему, что вы заняты. Роман Олегович, ну, вам же сказала моя секретарша, что я занят. Ну, запишитесь на прием. Я вас прийму тогда. Мне сейчас не до вас. Ну, фактически теперь это моя секретарша. Что? А записываться придется вам, чтобы забрать свои вещички. Что, разыгрываете меня, что ли? Пансионат принадлежит мне. Анна его продала. Роман Олегович, Так вы новый директор пансионата? А в чем, собственно, дело? Платон, отвези-ка нового директора к нам в САУ. На знакомство. Следственное аналитическое управление. Вам придется проехать с нами для разъяснения обстоятельств дела. Пройдемте. А, извините. А что здесь происходит? Полковник Громов вам все объяснит. Пойдемте. Секундочку. Спасибо. Спасибо вам большое. Итак, кто этот субъект и кому принадлежал пансионат ранее? Пансионат принадлежит моей бывшей жене Ане Лимоновой. А это Рокотов. Тысячу раз предлагал нам продать пансионат. Но Аня никогда не соглашалась. И все это, так это подстава. Нам нужно поговорить с Анной и как можно скорее. Есть ряд вопросов. Сейчас это невозможно сделать. Дело в том, что Анна улетела отдыхать. На две недели. А, то есть вы расстались с Анной и после этого привезли свою беременную невесту в этот пансионат? Да. А что? Мы с Анной, мы интеллигентно с ней расстались. И она, она была не против, по сути дела. Выходит, у Анны был мотив для убийства Юлии Вороновой. Нет. У Ани никогда. Она не такой, она не способна на такие вещи, понимаете? Это невозможно. Мне нужно осмотреть ее кабинет, ее квартиру, а также нужен полный список лекарств, которые принимает ваша постояльца. Хорошо. Хорошо, Анна живет уже здесь два года. Это рядом. Пойдемте, я покажу вам сейчас все. Пойдемте. А вы не боитесь, что может пострадать кто-нибудь еще? А с чего вы вообще взяли, что наш пансионат имеет к этому отношение? Это еще нужно доказать. Понятно. Да что вам понятно? Кажется, Рокотов сейчас у нас директор пансионата. Так у него и спрашивайте. Я думаю, что он вряд ли меня оставит в дирекции. Это халат Анны? Вроде бы да. Так вроде ли да. Ее это халат, здесь инициалы, потому что мы его шили на заказ. Когда Анну в последний раз видели? Вчера после ужина я видел, как она возвращалась в лечебный корпус. Ясно. В котором часу пансионат покинули? В семь вечера я уехал, а что? Да пока ничего. А ночь где провели? У друга я ночь провел на дне рождения. Понятно. Выходит, что в это время Юлия Воронова оставалась в пансионате, так? Да, Юлия осталась в нашем номере люкс. Я раньше здесь жил, потом, когда мы с Анны разошлись, я переехал туда, в главный корпус. Послушайте, да, мы поругались вчера с Юлей. Я наговорил ей всяких грейских вещей. А потом с утра мне стало неудобно. Я купил букет цветов, хотел подарить ей, приехал сюда и... Извините меня, извините. Я же говорю, что я ничего не знал, что сегодня произошло в пансионате утром. Конечно, не знали. Садитесь. Вы совершенно случайно оказались в пансионате именно сегодня утром. Нет, не случайно. Дело в том, что мы с Лимоновой подписали все бумаги еще позавчера, но она просила оставить сделку в тайне и объявить о смене владельца пансионата сегодня. Я человек слова. Поступил, как договаривались. И, конечно же, эта просьба не показалась вам странной. Да меня вообще удивило, что она согласилась на продажу. Я ей до этого предлагал много раз. Царев был против. Она его во всем слушалась. И что же такого изменилось? Я не знаю. Я решил ковать железо, пока оно горячо. Когда она ко мне приехала, я вызвал своего юриста. Мы быстро подписали все бумаги. Но поймите же, у меня нет никакой выгоды компрометировать себя и свою репутацию. Предположим, Ладно, вы можете быть свободным. Пока. А документы, портфель? У дежурного заберете. Ага. Роман Олегович, из города не уезжайте. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Валиев, следственное управление. Валерий, за чего произошло? Здравствуйте. Привет. Майор Валиев, следственное управление. Продписывайтесь. За чего произошло? Девушки погибли. Анну Лимонова вы вчера видели? Да. Утром у главного корпуса и потом еще в столовой у нас в главном корпусе. Странного ничего не заметили? Да нет. Ну, задумчивая она была. Хорошо. А вот, допустим, Царева и Лимонову. Какие связывают отношения, знаете? Анна его очень любила. Она хотела от него семью, детей. И потом, я слышала полгода назад, как они ссорились. Она говорила, что ну, не может больше ждать, что у нее часики тикают, что ей уже 37 лет. А что она Царева отметила? Он сказал, что не готов еще, хочет подождать. И вот через два месяца у нас появилась его беременная невеста. Он ее привез к нам в пансионат. Как же отреагировала Анна Лимонова на это все? Внешне спокойно. Ни упреков, ни слез, ни истерик, ничего. А вот что у нее внутри творилось. Вот этого я себе даже и представить не могу. Ой, просите, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, это я такая неловкая. Спасибо, что бы я без вас делала. Да, телефон, наверное, не уронили бы. Ну, да. Извините, а вы здесь из-за того ужаса, который произошел утром, да? А вы что-то знаете об этом? Видели? Нет. Я очень испугалась, когда женщины начали падать в обморок и сразу же убежала. Поэтому я вряд ли смогла вам чем-то помочь. Вы вспомнили что-то? Нет. Но я могла бы вам провести экскурсию по территории. Да у меня, если честно, как-то неудобно. Вы в таком положении. Да ну ерунда. Вы помогли мне, я помогу вам. Кстати, меня зовут Лиза Миронова. Константин, Костя. Очень приятно. Ну, пойдемте, я вам покажу. Ну что, препарат, вызвавший кровотечение, попал в организм женщин в капсулах, в которых должны были быть витамины. Получается, кто-то в пансионате специально подменил вещество? Похоже на то. А где можно достать эту отраву? Не отрава. Все это все лекарство зависит от дозы. Говорил процельс. Да это вещество, в общем-то, можно в любой аптеке купить. В некоторых даже без рецепта. Используют для экстренной контрацепции и для прерывания нежелательной беременности на ранних сроках. Какие-то косметологи, по-моему, даже были. Прошу прощения, нужно ответить. Да? То есть, вы думаете, то, что это вещество было в капсулах из-под витаминов? Понял. Образцы привезу. Что-то случилось? Есть какие-то новости, да? Да так. Вы извините, я просто хотела узнать не угрожает ли нам с малышом опасность. Ну, честно говоря, на вашем месте я бы отправился домой. Так что, звоните мужу, пусть он вас забирает. У меня нет мужа. Извините. Просто, ну, это, это мои проблемы. Обычная история, я влюбилась, потом, потом я узнала, что он женат. Он сказал, что он разведется, что нужно время, нужно потерпеть. А потом он сказал, что передумал, и вот, вот мы остались одни. Ну что, коллеги, пришли результаты от наших экспертов. Палатьяна Римонова, которую привез Константин, обнаружены следы препарата, от которого пострадали беременные в пансионате. Ну вот, силиночки ведут к Анне. Мотив у нее был, вместе с Орёву. Возможность тоже, перед отлётом, могла спокойно подменить капсулу. Ну, почему тогда пострадали четыре женщины, а не только Воронова? Все женщины принимали одинаковые витамины. По всей видимости, у Анны не было возможности подложить абортивный препарат конкретно Ворону. В результате, она подменила капсулы в общей таре. И пострадали все, кто принимали те же витамины, что и Воронова. А почему тогда погибла только Юля? Меников утверждает, это индивидуальная реакция организма. Во всех случаях, женщины принимали одинаковое количество препарата. Выходит, что смерть Вороновой была не запланирована. Похоже на то, она хотела спровоцировать аборт у соперницы. То есть, дети других женщин явились просто побочным ущербом? Потому что их матери принимали тот же препарат, что и Юля? Маш, ну пора перестать удивляться таким вещам. К этому невозможно привыкнуть. Получается, коллеги, Анна Лимонова наш главный подозреваемый. Вы, кстати, отследили ее перемещение по камерам наблюдения. Есть кое-что странное. В 22.06 Анна выходит из здания лечебного корпуса. Так. Похоже, тогда и произошла подмена препарата. Возможно. Анна идет в сторону своего коттеджа, но там камера не работает. И мы не можем отследить ее дальнейшее перемещение. Последний раз ее мобильный пилинговался из леса за пансионатом. Данных сейчас по нему нет. И камеры на дороге у пансионата не зафиксировали, чтобы оттуда кто-то выезжал ночь. Но в 23.02 у ворот произошло вот что. То есть вы думаете, что такси заезжало за Анной, но она почему-то так и не вышла из пансионата? Похоже на то. Значит так, Глеб, выясни, кому принадлежит машина. Что? Костя Платон, поговорите с водителем, выясните, кто конкретно заказывал такси и почему машина уехала без пассажира. Есть, Андрей Лунивич. А мне что сделать, же? Как всегда, тебе самое главное выяснить, где сейчас находится Анна Лимонова. У нас достаточно улик, чтобы прерывать ее отдых, если она, конечно, уехала. Хорошо будет сделано. Эй, мужики, вы чего? К пансионату Харита вчера вечером вы приезжали? Да, приезжал, и что? Кто такси заказывал? Кто такси заказывал? Не знаю, кто заказывал. Какие-то твары, паскуды. Я два часа до него ехал. Как подъехал, набрал. Трубку не брали. Но подождал немного, да уехал. На обратном пути еще колесо пропорвал. Всех растерял, и клиентов, и не знаю, что. Так, я вам сейчас даже скажу, кто это заказывал. Сейчас посмотрю в истории. А, вот, заказ сделал некое, оно через мобильное приложение. Вот вы разберите, что это за клиенты такие, Анна? У Анны были билеты на Северный Кипр. Аэропорт Аркана. Ее самолет вылетел в 6.30 с утра, но Анна на нем не была, границу не пресекала. Так, до сих пор все логично. Брошенная Анна решила отомстить невесте бывшего, устроила ей выкидыш. Затем продала пансионат Роктову и сбежала. На границе не захотела светиться. Или... Или что, Платон? А просто он где на сейчас. Поэтому завтра с утра пораньше прочитал свое место, где пеленговался ее телефон в последний раз. На секундочку. Это здесь? Востоку от пансионата. Костя! Как продвигается ваше расследование? Да, Костя, как продвигается наше расследование? А что происходит? Почему пансионат работает? Никто не разъехался? Да нет, все нормально. Нам сказали, что это вина предыдущих владельцев, мол, какая-то махинация с лекарствами, но все нормально, уже закупили новое лекарство у проверенных поставщиков. А... Лиза, а здесь есть выход из пансионата вот с той стороны? Ну, да, вы шли правильно, там есть калитка в лес. Я в лес. Спасибо. Платон, погоди. Слушай, я, конечно, не Мельников, но ее, похоже, задушили. Или понятно, почему она несила самолет. Ладно, нам нужно вызывать Царева на опознание. Забирайте ее к нам в Саву. Ну, что скажешь, Михаил Николаевич, время смерти? От десяти вечера до полуночи позавчера. То есть, накануне отравления в пансионате. Ее задушили обычной перьевой веревкой. Тело после смерти не перемещали, так что место захоронения было местом ее гибели. Причем, что интересно, перед смертью ей вкололи психотропный опиоидный анальгетик, для того, чтобы лишить возможность сопротивляться. Итак, Анна подменила капсулы, а потом решила уехать из пансионата так, чтобы успеть покинуть страну до того, как пациентки примут лекарства. Вызвало такси, но что-то пошло не так. Возможно, как раз в тот момент, когда ее убивали, такси ждал ворот. В принципе, зачем это сделала Анна, понять можно. А вот кто и зачем Анну убил? Царев не мог. Он не знал ни о капсулах, ни о сделке с пансионатом. У него просто не было мотива. Ну вот, потолкуем сегодня об этом. Я ему звонил с утра, он у адвоката был, пытался узнать, нельзя ли оспорить сделку по пансионату. Через пару часов у нас будет. Слушайте, а что у нас на друга Царева, с которым он был в ночь убийства? Гришин Егор Сергеевич, сокурсник Царева, замдиректора туристической фирмы. Кость, помнишь, ты мне говорил, Царев тебе рассказывал, что они в эту ночь отмечали день рождения этого вот этого, Гришина? Ага. Так вот, день рождения-то у него был неделю назад. В СМИ поднялась настоящая буря. Все обсуждают, что, мол, причины выкидыша и смерти Юли стали махинаться с лекарствами, что, мол, Царев специально закупил некачественные препараты и из-за этого произошла вся трагедия. Успокойся. Сейчас определим первоисточник и поймем, кто слил эту дезинформацию. Вот. Видишь фотки? Это фотки, которые сделаны прямо в столе пансионата в момент смерти Юли. Сейчас позвоню операм. Они побеседуют с автором снимков. Он может быть источником полезной информации. Или убийцей. Может быть, он специально отходит стрелки на Царева, чтобы отвезти от себя подозрение. Красотка. Алло, Костян, дело есть. Тусик. Сейчас, погоди. Да? Гришин Егор Сергеевич, капитан Быковский, майор Валей. Да вы садитесь, садитесь. У нас всего несколько вопросов. Касательно вашего дня рождения. Он у вас неделю назад был? Да. Но праздновали вы его позавчера. Ну, я приболел немножко на неделю, перенес на услуги. Ну, это что, преступление, что ли? Нет, конечно, не преступление. Мы хотели узнать по поводу вашего однокурсника Царева. Он был на дне рождения? Да, вроде. А вот здесь я рекомендовал бы вам подумать повнимательнее. Потому что за препятствие следствию и за дачу ложных показаний вы можете понести ответственность. Мы дело об убийстве расследуем. Царев был на дне рождения? Слушайте, ладно, он позвонил, сказал, что не придет. Но попросил сказать, что он был со мной рядом, если вдруг кто будет спрашивать. Кто будет спрашивать? Ну, откуда? Я знаю это. Ну, я не вникал вообще. Откуда я знал, что вообще полиция придет? Что, убили кого? Вы нам очень помогли. Спасибо. С днем рождения. Ну что, Царев не приезжал? Нет, я пыталась до него дозвониться, но телефон выключен. А потом звонила адвокату, Царев ушел от него почти три часа назад. Получается, он нам врал насчет свалибе в ночь смерти, а она теперь исчез. Наверное, в бега пустился. Возможно. Объявляй его в розыск. Да, а что насчет источника дезинформации? А, первую информацию об этом запустила блогерша с книгом «Скоро. Мама. Тринадцать». Она старалась сохранить анонимность, но мы ее отследили. Это Лиза Миронова, одна из клиентов пансионата. Ну что, есть повод познакомиться с ней поближе. Ну, я ничего не сделала. То есть, я выложила всего лишь несколько фотографий из свой блог. Все. А еще обвинили руководство пансионата в гибели неродившихся младенцев. Ну, просто я слышала, что это все из-за поддельных лекарств. Я подумала, что владельцы покупали поддельные препараты и написала об этом в своем блоге. Я не думала, что это наделать такого шума. Вы ошиблись в своих выводах. И теперь вас могут привлечь к ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию. Зачем вы это сделали? Чего вы добивались? Я мать-одиночка. И мне нужны деньги, чтобы обеспечить моего ребенка. Понимаете? Честно говоря, не совсем. В соцсетях за рекламу всяких товаров и услуги популярным блогерам платят хорошие деньги. И самые популярные из них блоги для мамочек. Ну, то есть, все, что связано с родами, с беременностью. Я решила, что можно вести такой же блог. Я до сих пор не понимаю, а при чем здесь трагедия в пансионате? Да чем с ней так жестко-то, а? Ишь, нельзя нервничать. У меня уже почти 65 тысяч подписчиков. Мне сначала предлагали рекламировать всякую мелочь. Потом мне предложили 250 тысяч за то, что я буду опубликовывать отрицательные отзывы об этом пансионате. 50 тысяч мне перевели сразу. Остальные сказали, что заплатят, когда я выполню весь заказ. И вы согласились? Ну, а что мне оставалось делать? Такие деньги на дороге не валяются. Я поехала туда. Ну, там, как назло, даже не к чему подраться. И спа-салоны всякие, и массажи, и персонал пешливый, все улыбаются, все такие пешливые, обходительные, еда качественная, все убрано, все чистенькое. И тут эти выкидыши, это просто счастливый случай. То есть это, простите, это была такая трагедия. Вы знаете, кто заказал вам этот материал? Да. Это был Рокотов. Я слышала, что он собирается открывать пансионат такого же профиля. И, видимо, он хотел испортить конкурентную репутацию. Так а что вы знаете о том, что произошло в пансионате? Я ничего не знаю. Я была в столовой, я подумала, что это отличная возможность отработать заказ. Я вам настоятельно советую опубликовать опровержение и впредь воздержаться от написания статьи на эту тему. Это все? Я могу идти? Нет. Остались еще кое-какие формальности. Лиза. Ты пришел. Боже мой, мне так страшно. Почему меня до сих пор не отпускают? Значит так, успокаивайся, это раз. Не нервничай, тебе вредно. Присаживайся. Значит, два. Нужно снять отпечатки пальцев. Эта процедура стандартная для всех фигурантов дела. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Хорошо. Аккуратней. Ты дальше куда? В пансионат. Мне нужно отработать заказ. Хорошо, значит, я тебя подбушу. Спасибо. Машенька. Машенька. Слушай, тут такое дело. Можешь мне найти Елизину бывшего? Просто хочется в глаза взглянуть этому подлецу, который беременную женщину присыл. Вообще, мы его уже нашли. Мы же всех фигурантов дела проверяем. Егоров Вячеслав Леонидович, если не ошибаюсь, владелец машиностроительного завода. Но Громов считает, что он не может иметь отношение к делу. Ну, круто. До сих пор можно посмотреть? Пожалуйста. Егоров женат. Уже почти 30 лет. У него двое детей, которые живут за границей. Интересно. Спасибо, Марфиня. Кость. Ты мне вот что скажи. Ты на нее так в допроске смотрел. Между вами что-то есть? Вообще-то, заводить отношения с фигурантками дело непрофессионально. Ты же знаешь. А когда дело закроют? А когда дело закроют, может, и на свидание сходим. А что? Ну, просто она строит из себя бедную овечку. А на самом деле она тобой нагло манипулирует. Ну, неужели ты не видишь? Если мне не изменяет память, я не спрашивал советов. Да? Спасибо. Я пойду. Слушай, может, я тебе домой все-таки отвезу? Я бы очень хотела домой. Но я не могу уехать. Мне нужно придумать еще четыре поста для блога. и у меня же контракт. Если я уеду, мне ничего не заплатят. Я это вообще не очень понимаю. Неужели деньги столько решают? Ты и вправду ничего не понимаешь. У тебя никогда не было детей. А ты знаешь, сколько им всего нужно? Им нужна кроватка, пеленальный столик, игрушки, одежда. Это стоит больших денег. А мне некому помочь. Ну, а потом, когда все закончится, и что делать? Не знаю. Наверное, вернусь в Москву, буду искать новых рекламодателей. Я знаю. Слушай, а может, сходим куда-нибудь вместе? В смысле? Ну, в смысле, в кафе или там, в кино. Как захочешь. С удовольствием. Здорово. Я буду очень рада. Давайте я провожу. Как продвигается ваше расследование? Вам удалось что-то узнать? Расследование продвигается. Чем дальше, тем запутаннее. Ну, а в чем дело? Я слышала, что в лесу нашли тела Анны? Расследование могу обсуждать, с тобой детали расследования. Да, я понимаю. Я... Я просто хотела узнать, не грозит ли нам с ребенком опасность, но если я доставляю тебе неприятности... Я не думаю, что нам с ребенком угрожает опасность. Тот человек, который подменил капсулу, вряд ли кому-то напредит. То есть, это была Анна? Я тебе этого не говорил. Ну, в чем дело? Я же кто-то убил. Слушай, мы с вами до конца еще точно не знаем. И в любом случае, даже если бы знали, кто виновен, а кто нет, будет решать суд. Наше дело, собрать детали доказательств. Это все. Да, я понимаю. Я понимаю, прости, я задаю слишком много вопросов. Спасибо, что подвез. Дальше я сама. Вот, пожалуйста, полюбуйся. Новый пост у Лизы Мироновой. Беспредел в следствено-аналитическом управлении. Хватают невинных граждан, пытаются выбить признание в убийстве. Предлагаю свои услуги. С нашего аккаунта недорого. Погоди, Глебка. Пока с этим делом не спеши. Я, конечно, понимаю, ситуация неприятная. Но девушку тоже можно понять. Ей нужны рейтинги, чтобы реклама была, так? Поэтому я поговорю с ней. Глебка, аккаунт пока не саси. Кость, мы еще вот что выяснили. С Лизой общался не Роктов, а Анна Лимонова. Она создала аккаунт, который отличается от реального аккаунта Роктова всего на одну букву. И общалась с ней от его имени. Ну, соответственно, и деньги переводила Лизе тоже Анна. Ну, так нужно же ей об этом рассказать. Даже не вздумаю. Все понял. Царева нашли, он в больнице без сознания. Поехали. Где его нашли? На пустыре, на окраине города. Местные жители. Сильно был избит. Ранение в голову из травмата. Вызвали скорую. Когда он в себя придет? Сложно сказать. Мы не можем дать никаких прогнозов. Да, да, Маша. Слышите с нами, как только он придет в сознание. Да, хорошо. Да, все, я тебя понял. Ага, давай, спасибо. Маша, камеры видеонаблюдения на месте нападения на Царева зафиксировали машину. Знаешь кого? Беридзе. Поехали. Артур Гурамович, откройте дверь. Я уже сказал, я живой не отдамся. Артур Гурамович, послушай меня, подумай о семье, открой дверь. Я уже подумал. Я и о семье подумал, я обо всем подумал. Заткнись там, детей успокой. Я не выйду отсюда, я живой не отдамся. Я за всех перестреляю. Китать опасно, у него нервный срыв. Ты отвлекайся здесь, а через балкон. Слушай, я с тобой разговаривать не буду, мой сень погиб из-за этого урода. Царёв по заслугам получил, всё правильно. Ну, ты при чём здесь царёв? Да почему вы вообще решили, что в царёве дело? Откройте дверь, всё спокойно. Ты мне сказки не рассказывай, я всё в газете прочитал. Пусть сень погиб из-за его махиняции. Я не выйду отсюда, я живой не отдамся. Я за всех перестреляю. А я ни о чём не жалею. Кто-то должен был поступить, как настоящий мужик. Кровь за кровь. Детей уведите, пожалуйста. Девчонки, бегите в комнату, всё в порядке. Я шёл от адвоката, пошёл на стоянку. Там этот Беридзе, откуда ни возьмись, дал мне по башке, запихал в машину, я потерял сознание. Очнулся, вот уже здесь лежу. Что по поводу Анны Лимоновой? Да не убивал я Анну Лимонову. У меня же алиби есть. Фуфло твоё алиби. Не было тебя у друга на дне рождения. Это мы знаем. Ну у друга не было. Я в массажном салоне был. Проститутки. Нет, ну а что? Нет, а что такого? Юлю врачи запретили. Анна мне вообще к себе не подпускать. Что мне было делать? Ну конечно. А что невесту свою, которую твоего же ребёнка вынашивают, не в терпёшь дождаться? А что ты сразу не сказал? Застеснялся я. Адрес салона. Багряновый бульвар дом 22. Имя проститутки. Багира. Так, кажется это он. Спина не болит? Нормально. Пока здесь-то. Здрасте. Простите, он грубиян. Следско-аналитическое управление. Нам надо с Багирей поговорить. Да, помню этого Пупсика. Он преступник. Я была в опасности. Да ваша служба вообще и опасна и трудна. Не ценит никто. Давайте ближе к делу, ладно? Как скажешь, Пупсик. Он такой вот. Этот ваш преступник провёл здесь всю ночь. И не делом занимался. Ну, понимается. Она лежала на своих бабах. На бывшую стерву и на нынешнюю невесту, которая ревнует его. А вот с тобой, Пупсик, мы повеселились бы. Приезжай вечером. Боюсь, у меня не такая большая зарплата. Я сделаю скидку. Я уверен, вы своего Пупсика ещё найдёте. У меня другие планы. Пойдём, майор Валеев. Спасибо. А вы обратили внимание, что убийца вывел Анну, обколотую психотропом, за территорию пансионата так, чтобы не попасть в зону видимости камер? Значит, он знал расположение слепых зон. И это мог быть либо один из работников, либо из постояльцев пансионата. Но мы уже всех прошерстили. Что это значит? А это значит, что нужно зайти с другой стороны и прошерстить прошлой Анны и попытаться увязать его с теми, кто имеет отношение к пансионату. Точно. Паникёр. Андрей Владимирович, тут такое дело. Можно я визу расскажу, что и не Рокотов Анна пишет? А то он торчит в этом чёртом пансионате, посты пишет, гонорары ждёт. Так хоть домой поедет. Доброе. Спасибо. Теперь всё встало на места. Когда я узнала, что Рокотов стал владельцем пансионата, я сама решила к нему подойти. Зачем? Ну, он заказывал отзывы, когда был конкурентом, а теперь, поскольку он хозяин, я подумала, что ему нужны будут положительные отзывы. И что же он сказал? Он даже не стал меня слушать. Он сказал, что ему не нужны какие-то статейки в какой-то блок, и что он очень занят. Я подумала, что он просто не хочет как-то обнаруживать наш договор, но теперь всё встало на свои места. Да, а ты прости меня, что не сразу рассказал службу? Да ничего, я только не понимаю, зачем Анне нужны были отрицательные отзывы. А вы оговорили с ней сроки, в которые ты должна выложить свой пост? Да. Первый должен был быть опубликован позавчера, как раз, когда случились все выкидыши. И далее, в течение двух недель, я должна была написать ещё четыре. Так, значит, Анна точно знала, когда её пансионат переходит к новому владельцу. Следовательно, вполне могла не хотеть того, чтобы на её детище зарабатывала рокотов и решила подпрутить ему репутацию. Ну, тогда она всё очень хорошо продумала. Отдыхающие разъехались, а новые даже не думают заезжать. Хорошо, что ты мне всё рассказал. Я завтра тоже поеду домой. Вы новый пост читали? Какой новый пост? Маша, выведем. Смертью в пансионате продолжаются. Жестокий убийца на свободе. Кто же расправился с главным врачом? Следователи в тупике. Возможно, убийца сейчас среди нас. Слушайте, я не понимаю, он ничего не видит, что из себя представляет его Лиза? А что? Она из себя представляет? Хитрая продажная манипуляторша. Да она мать родную ради сотни лайков продаст. Не знаю, у неё, по-моему, вообще всё на лбу написано. Чувалеев не ношу. По-моему, она очень симпатичная. Да ладно. Полюбуйся, что твоя подружка написала. Женца. Простойкурса свободе. Три года назад до открытия пансионата Анна работала акушеркой в роддоме. Из-за врачебной ошибки погибла роженица и ребёнок. И вдовец Валерий Пронин пытается судиться, но безрезультатно. А потом Пронин переболел паратитом. Это же охранник из пансионата. Так вот, у кого был и мотив расправиться с Анной и возможность. Гляд, программа уже ломает его почту. Оп. Полчаса назад ему на почту пришло сообщение. Я знаю, что это ты убила, но даже фотку приложили. Ну, почта новая, наверняка левая. про Бебешника. Шантажист просит перевести крупную сумму на счёт. Пронин отвечает, что передаст сумку с наличкой при встрече. Просит перенести флешку с исходником. Встреча сегодня через сорок минут. Так, а шантажисты, похоже, не очень умные. Я вычислила, кто писал сообщение Пронину. Ага. Шантажистка оказалась наша бедная Лиза. Красотка. Сигнал мобильного пронина перемещается. Сейчас кину ребятам координаты. Ну что, очухалась? Ну, тем хуже для тебя. куда и сюда. Стоять, Дэвид! Тихо, 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 Лежать! Ты что делаешь-то, а? Я тебе все объясню, Костя, я тебе все объясню. Моя жена Катя и сын погибли во время родов. Лимонова, которая должна была принимать роды, сказала, что жена справится сама. В результате они оба погибли. Я пытался судиться, потом пытался как-то жить дальше. А через полтора года я подхватил свинку, и... Врачи мне сказали, что у меня никогда не будет детей. Если бы не Лимонова, у меня была бы жена, я растил бы сына. А из-за нее вся моя жизнь пошла прахом. И вы решили отомстить? Я узнал, что она открыла пансионат для беременных женщин. Я отпустил бороду, усы. Устроился туда охранником. Надеюсь, что она меня не узнает. Она действительно меня не узнала. Да мы и встречались-то пару раз мельком. И вы следили за ней, выжидая удобный момент. Да. Я дождался. Она должна была лететь в отпуск. Я рассчитал, что ее не скоро хватится. А я потом уволюсь и концы в воду. Я тогда ночью поджидал ее возле коттеджа. Она вышла с чемоданом. Я предложил помочь ей донести чемодан. А когда она отвернулась, я... Я вколол ей психотропный препарат. Который утащил в лечебном корпусе. Потом я ее погрузил на тележку. Отвез в лес. И там задушил. Ну вот, собственно, вся история. Давайте, где чего подписывать. Для начала вам нужно будет еще раз изложить это письменное битв. Егоров Вячеслав Леонидович! Чем обязан? Лизу Миронову знаете? Господи, что ей еще надо? Это она вас прислала. Денег еще дайте. Каких еще денег? Я приехал взглянуть в глаза женатого мирозавца, который запудрил в мозги молоденькой девочке, от которого она забеременела и который впоследствии ее бросил. Из-за вас ей пришлось пойти на шантаж, чтобы прокормить себя и ребенка. Вашего, кстати. Это ее версия. А есть другая сторона. Я сразу сказал, что не буду разводиться. И предохранялся только как мог. Что она эти презервативы прокалываю, что ли? Потом она сказала, что залетела. И пообещала рассказать моей жене. Так я ей снял хорошую квартиру. Деньги привожу каждый месяц, чтоб молчала. Потому что у меня все имущество на жену записано. Не дай бог на развод подаст. Кость, твоя Лиза опять пост выложила. Прямо с больничной койки. Что преступника она сама нашла. И мы здесь бездействовали, пока она жизнью рисковала. Глеб, ты аккаунт ее хотел снести. На интро нажатие готово. Глеб, ты аккаунт ее. Глеб. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК